Здравствуйте! Сегодня поговорим об отравлении растений. Вот я выбрал специально несколько кандидатов. Это была пробная посадка с увеличенным количеством завы. И вот мы можем наблюдать, как это среагировало. Как растения среагировали. Это некроз на всех частях. На листьях и на молодых, и на старых. Вот. Видите? То есть тут фиалки. Можно предположить, что здесь избыток каких-то минеральных веществ. Я предполагаю, что бора прежде всего. И калия. Калия, еще чего-нибудь, чего-нибудь, но неизвестно. Очень часто бывает такая проблема у новичков, которые смешивают, делают очень сложный субстрат. С пяти, с десяти компонентов некоторые собирают щепотку того, щепотку сего. И вот какая-то из составляющих, допустим, субстрата оказывается токсичный. Что-то туда попало. Где-то лежала она на складе, впитала какие-то химикаты избыточные. Что-то вылили на него, там, ну, рабочий шел с ветром, допустим, случайно пролил там на мешок или еще. В общем, такие ситуации бывают. Никто от них не застрахован. И если вы видите такую ситуацию, когда каждый день растение ухудшает свой вид, и токсикоз происходит на всех частях листьев, знайте, что это виноват токсичный субстрат. В этом случае нужно как можно быстрее пересадить. Потому что никакие проливания не помогут. Кто-то может сказать, вот, там недостаток того, недостаток сего, или избыток, как-то исправить ситуацию каким-то. Из своего опыта могу сказать, что это ничего не помогает. Потому что определить, что именно токсично, очень и очень трудно. Например, это может быть избыток, ну, вот, в данном случае, бора, допустим. Да, также это может быть дисбаланс микрофлоры. То есть, каждая микрофлора тоже что-то вырабатывает. И если, например, при заливе микрофлора резко меняется, и может эта микрофлора резко поменять состав субстрата. И это тоже может дать отравление. Вот почему залив дает, тоже может дать отравление растений. Ну, прежде всего, это может быть за счет избытка аммиачного азота. А также от каких-то очень сложных веществ, биологически активных, которые могут сработать в большом количестве, как кирпициды. И определить это, ну, невозможно. То есть, только пересадка. Чем быстрее вы пересадили, тем быстрее растение может очухаться. Если вы это не сделаете, ну, оно может погибнуть. Может, конечно, не погибнуть, но ничего хорошего, в общем-то, не будет. Значит, по поводу составления субстрата. Вот вы не знаете, что дало отравление в субстрате. В этом случае помогут только тестовые посадки. То есть, нужно взять все отдельные составляющие и сделать в них тестовую посадку, например. Отдельно посадить в перлит там, или если вы вермикулит используете, отдельно посадить в вермикулит. Ну, самое простое, можно насажать, допустим, листиков фиалки. То есть, вот фиалка, просто листики фиалки сажаете. Если они там укореняются, значит, субстрат не токсичен. Если не укореняются, если идут какие-то гнили, значит, эту составляющую субстрата надо исключить. Что еще может быть, что еще может давать токсикоз? Некоторые используют какие-то составляющие биологического происхождения. Ну, например, там какой-то компост, или какой-то навоз, перегной, или этими какими-нибудь там калифорнийскими червями, там супропель, там, ну, много всяких составляющих. Вот, желательно каждой составляющей как-то протестить. Причем протестить, вот, например, если в одно составляющее нельзя сажать растение, ну, например, вы же не сможете посадить в коровяк, да, в перегной коровяка, ну, сгорит точно. И вот вы протестили, например, торф, и в нем все нормально. Значит, берете, смешиваете этот торф, который вы протестили, что он не токсичен, уже с какими-то другими составляющими, и опять проводите какую-то посадку, мелкую, небольшую посадку, там, 5-10 растений, ну, которых у вас, например, больше, и вам не жалко, если что, выкинуть. Если вы меняете субстрат, то есть, вот, кончилась у вас старая партия субстрата, вы закупили новую партию субстрата, я не рекомендую в нее сразу высаживать какую-то, какую-то большую партию растений, особенно, если это какие-то новинки, там, или особо ценные растения. Значит, прежде всего, нужно сделать тестовую посадку каких-то растений, которые вам не жалко. То есть, ну, проблемы с субстратами существуют, и, как я уже сказал, от нее никто не застрахован. И, конечно же, вот, кто составляет субстрат из большого количества составляющих, они, конечно, в группе риска. Потому что, чем больше составляющих, тем больше вероятность, что что-то будет некачественным. Поэтому, ну, вот, из нашей практики субстрат должен состоять из двух составляющих, ну, максимум из трех, но никак не из пяти, десяти, и, там, некоторые умудряются намешать, там, вот, почему-то думают люди, что вот нужно, если всего чуть-чуть побольше, то лучше. Ну, нет. То есть, вы увеличиваете только риск. Вот вы можете посмотреть на наши растения, которые мы сейчас выращиваем. У нас всего три составляющих. Можно сказать, даже два составляющих. Это субстрат на основе верхового торфа и мох. Все. Больше мы ничего не добавляем. Все остальное мы добиваемся за счет полива с малым количеством удобрения. Об удобрении, ну, в следующем ролике. Продолжение следует...